Всем огромный-огромный привет! Начинаем мы сегодняшний влог с покупочек. Итак, мы были с Колюшкой в магните и сегодня скидка целых 20%. Я, если честно, не знала, как-то внимание, чтобы не обратила. И мы вообще шли Коле за коллекционной машинкой. Вот такая вот машинка 350 рублей стоит. Далее взяли мы пилочку, ну обычная пилочка. Взяла я попробовать такую помаду, ни разу ее не пробовала. Это девайс. Колюшка уже яйца вам показывает. Подожди, Зай. Это вот такая вот фирма. Дивейч, наверное. Потом вам, наверное, покажу оттенок. Видите, она у меня закрыта. И купили мы еще пазлы маленькие со свинкой Пеппи. Колюш, где пазлы? Дай, пожалуйста, маму пазлы. Пазлы. Пазлы, которые мы купили. Вот. И, короче говоря, вот была скидка 20% сегодня. И вот посмотрите, мы за все эти покупки, да, вот такие вот пазлы, мы вложились в 434 рубля. И там акция сейчас идет. Три дезодоранта Рексоны за 200... Короче говоря, я не помню, но с учетом сегодняшней скидки, за 260 с лишним, эти дезодоранты, три штуки, стоят 209 рублей. Я хотела взять, но пока мы ходили, выбирали машинку, мы не могли решиться, какую нам взять. Мы просто забыли, да. Поэтому вот так вот. Бабушке взяла открытку вот такую вот. У нее день рождения. Скоро. Воскресенье. Ну, вот здесь хорошее пожелание написано. Мне очень понравилось. И бабуле мы купили вот такущий кошелек. Так, сейчас мы вам покажем. Так, вот здесь вот отдел на этом... На сердечке. Мол, не на сердечке. Так, это отделы для карточек. Это вот такой вот. И вот здесь вот еще есть отдел. Вот, видите? То есть кошелек вообще очень классный, обалденный. Нам он понравился. И немножко продуктовых покупок в магните. Потом в конце вам покажу чек. Яйцо куриное. Сок любимый. На него была хорошая скидка. И, в общем-то, нормальный. Петруха, курица. Это бедрышки. Будем сегодня готовить. Купила котлет. Ну, я думаю, многие знают, что я полуфабрикаты покупаю крайне редко. Но почему купила? Я хочу приготовить котлеты в тесте. Поэтому вот так вот. Так, купила кукурузу на салат. Хочу сегодня крабовую приготовить. Колюшка у меня вот таких конфет захотела. Если честно, мы их, по-моему, ни разу даже не брали. И я не знаю, что это за конфеты. Так, колюша, пюрешку. Купила вот такой вот журнал. Все для женщины на нашей кухне. Здесь будет много рецептов. Себе я захотела птичье молоко. Такие суфлешки. И купила хлеб вот этот смоленский заварной. Очень-очень вкусный. Мне он нравится больше всех. Да, и открытку бабушки я вот вам уже показывала. Вот они цены. Да, открытка, конечно, 60 рублей. Ну, хотя я давно открытки не покупала. Я не знаю, какие сейчас цены. Но очень-очень их люблю. Ну, вот они у нас такие цены. Всего 514 рублей. Так, этот влог, наверное, все-таки будет посвящен покупочкам. Потому что много на днях покупаем. Поэтому, пожалуй, пускай только они и будут. У нас есть магазин «Лаваш» называется. И там вот практически все дешевле. Потом я вам покажу чек. Купили два сырка голландские и российские. Ну, я их всегда покупаю. Что-нибудь с ними придумать можно. Масло вот такое вот крестьянское, сливочное. Так, колюшка у меня вот такие вот конфетки захотел. На 35 рублей вышли. Малина со сливками. Хорошие конфетки. Вот такие вот чипсы взяли. Они, по-моему, только 12 рублей стоят. Со вкусом бекона. Никогда не пробовали. Решили взять. Себе взяла спринт. Что-то я в магните их совсем не вижу. И вот вспомнила про них. Они с печеньем внутри. Тоже довольно-таки вкусные и дешевые. Так, взяла замороженный горошек. Горошек недорогой. 572 грамма. Вот такая вот у него цена. В супы добавлять. Курицу, например, тушить. Какое-то рагу овощное делать. Горошек, в общем-то, нужен. Так, взяла сосиски. Взяла я их на пиццу. Они дешевые. И я сомневаюсь, что их можно так употреблять. Вот. Вот такое вот количество на 70 рублей вышло. Так, взяла попробовать вот такие вот котлетки. Сытные. На 32 рубля 4 штучки вышли. И взяла вот такой вот кусочек сала. Тут немного мяса есть. Ну, зажарку делать. В общем, что-нибудь придумаем. Да, и Калюша взяли вертолетик. Калюнь, принеси вертолетик. Так, и сейчас покажу вам, что сколько стоит. Вот они, чипсы, котлеты. Горошек зеленый, китайский. У нас нет горошка в России. Так, спринт. Сосиски. Так. И вот такой вот вертолетик. Здесь у нас вот нужно оттягивать, да, Калюнь? Вот, сейчас мы вам покажем. Так, он едет, еще и светится. Калюнь, а как он светится? Покажи. Покажи нам. Да, и тут еще, кстати, вот такие вот конфетки были. Сейчас Коля покажет. Давай, зай. А что-то он не светится, Коль. Нет, не светится? Непонятно. Так, и буду заканчивать свой влог. Сейчас покажу вот эту вот помаду, которая была в самом начале видео. Видите, она такая интересная. Она такая масляная. Она такая легкая. Она просто, ну, тает на губках. Если честно, всякие коричневые оттенки мне, ну, не идут. Я их не люблю. Ну, вот эта помада удивительна, но она на мне смотрится нормально. Видите, она с таким вот легким шиммером. Я, в общем, решила попробовать такой вариант. И, в общем-то, я не пожалела. Но, на самом деле, она не чисто коричневая. Здесь есть немного такого винного подтона. Ну, совсем немножечко. Вот такой вот сводчик. Очень красиво, очень мило смотрится на губках. Итак, и в фикс прайсе. Мы купили вот такой вот пластилин Кроха Луч. Здесь 8 цветов. Он у нас уже в использовании. Вы знаете, классный пластилин. Он с ножичком. Он очень пластичный. Очень мягкий. Все хорошо лепится. Как раз вот для детских ручек. Из этой же серии пока были там. Взяли клей. Тоже нам пригодится. Потом купили мы еще чай. Вот такой вот Гринфилд за 50 рублей. Очень-очень выгодно. Это вот обычный такой. И решила я взять вот таких вот лепешек попробовать. Они 25 рублей стоят. И здесь их 4 штуки. Сейчас попробуем состав посмотреть. Да, здесь даже из них роллы можно готовить. Очень интересно. Вот состав. Мука пшеничная высшего сорта. Вода, жир. Специализированное назначение. Здесь и пальмовое, и кокосовое масло. Томатная паста. А, ну понятно, почему он такого цвета. Видите, он как рыжеватого такого. Потому что здесь томатная паста присутствует. Ну, что-нибудь придумаем. Может быть, даже роллы приготовим. Ну, вот и все. Огромное всем спасибо за внимание. И пока-пока.